Чао тутти! Приветствую всех, кто изучает итальянский язык посредством чтения. И продолжаем знакомиться с произведением Джованни Дуччи «Паста Пердуэ». И сегодня мы на основе этого текста будем рассматривать правила употребления предлогов, образования сочлененных предлогов, согласования прилагательных, притяжательных местоимений и причастий с существительными вроде и числе, употребления глагола «эссере», повелительное наклонение в итальянском языке и некоторые другие основы грамматики. Бонус студио. Капитоло сеттиму. Глава седьмая. Допо иль матримонио че иль пранцо. После свадьбы – обед. Иль пранцо – это единственное число, поэтому употребляется форма глагола «эссерчи» в единственном числе – че иль пранцо. Дословно «там есть обед». После глагола «андаре» – идти, ехать, который в данном предложении стоит в третьем лице множественного числа, «ванно» – они идут, едут, ставится предлог направления движения «а». При слиянии с определенным артиклем «иль» образовался сочлененный предлог «al vanno al ristorante». Когда мы говорим о передвижении на каком-либо виде транспорта, на чем мы едем – в поезде, в машине, в самолете, в автобусе, при этом ничего не уточняем об этом виде транспорта, то мы употребляем предлог «in», и определенный артикль перед существительным не ставится «in macchina». Если же есть уточнение, например, в данном случае мы бы знали, что они едут на машине «либеру», тогда перед существительным нужно поставить определенный артикль и употребляется предлог «con». «con la macchina di libero», уточняя, чья это машина, мы употребляем также предлог принадлежности «di». «Lei è molto silenziosa», она, имеется в виду «mini», очень тихая, «e lui è un po preoccupato», и он немного беспокоится. Не забываем употреблять форму глагола «essere» в третьем лице единственного числа. «e» – «она есть» или «он есть». Также обращаю внимание на то, что прилагательные согласовываются в роде числе как с существительными, так и с местоимениями. «Lei è molto silenziosa» – окончание «a» указывает на женский род единственного числа. Дословно «она есть» очень тихая. «E lui è un po preoccupato». Окончание «o» указывает на мужской род единственного числа. «И он есть» немного обеспокоен. Предлог «per» указывает на причину его беспокойства. «Preoccupato per la sua amica» – «обеспокоен за свою подругу». И хоть в русском языке мы можем сказать «за свою подругу», в итальянском «suo» обозначает «его подруга». Притяжательное местоимение «suo» согласуется с существительным в роде числе, и мы видим окончание «a» – женского рода единственного числа. «Per la sua amica» – «Tutto bene, Minni?» «Всё в порядке, Minni?» «Перке non parli?» «Почему ты не разговариваешь?» «Перке per me è difficile parlare in italiano?» «Потому что для меня это трудно говорить по-итальянски». Предлог «per» соответствует русскому предлогу «dlia» – «per me» – «dlia меня». «In italiano» – это значит «po-итальянски». «Conoci le barzolette» – «Ты знаешь анекдоты?» «No, que significa?» «Нет, что это значит?» «Sono delle piccole storie» – «Это маленькие рассказы». «Delle» здесь – это неопределённый артикль множественного числа. В единственном числе это предложение будет звучать так. «E una piccola storia» – «Это маленький рассказ». Один какой-то, неопределённый рассказ. Поэтому употреблён неопределённый артикль женского рода единственного числа «una», так как существительная стория женского рода единственного числа. Во множественном числе мы можем употребить или неопределённый артикль «delle», или нурьевой артикль. Поэтому не будет ошибкой, если это предложение будет звучать так. «Sono piccole storie». Прилагательное согласуется с существительным в роде числей, поэтому они оба имеют окончание «e» женского рода единственного числа. «Piccole storie». «Con un finale divertente» – с весёлым концом. Предлог «con» соответствует русскому предлогу «s». Существительное «finale» относится к мужскому роду единственного числа. Об этом нам указывает и неопределённый артикль перед существительным мужского рода единственного числа, которое начинается на согласной. «Un finale». Прилагательное «divertente» имеет окончание «e». И в единственном числе, согласовываясь и с мужским, и с женским родом, это окончание изменяться не будет. А во множественном числе и в мужском, и женском роде будет окончание «i». «Divertente». «Voi imparare una barzelletta?» Хочешь выучить один анекдот? Междумодальным глаголом «volere», который стоит здесь во втором лице единственного числа, «вой» – «ты хочешь», и последующим за ним глаголом в инфинитиве, «imparare», предлоги не ставятся. «Voi imparare» хочешь выучить? «Si, certo». Да, конечно. «Libero raconta». Либера рассказывает. «Una rana deve fare una fotografia». Одна лягушка должна сфотографироваться. Здесь модальный глагол «dovere» – «быть должен», «долженствовать» стоит в третьем лице единственного числа. «Она должна» – «deve». После модального глагола стоит инфинитив, и между ними предлог не ставится. «Deve fare» – «должна сделать». Дословно «deve fare una fotografia». «Должна сделать фотографию». Или мы говорим «сфотографироваться». «Cosiva daunfotografo – профессионалиста». Поэтому она идёт к профессиональному фотографу. Предлог «da» указывает на направление движения к какому-либо лицу. «Daunfotografo». При помощи суффикса «ista» образовываются существительные, указывающие на профессию. Но и в женском, и в мужском роде окончание «а» не меняется. «Unfotografo – профессионалиста». «Entra nello studio». «Она входит в студию». Предлог «in» указывает на направление движения внутрь. «Студио» – существительное мужского рода единственного числа, которое начинается на «s» плюс согласный. И перед ним мы употребляем определенный артикль «lo». При слиянии предлога «in» с определенным артиклем «lo» образуется сочлененный предлог «nel». «Студия чья» или «кого» – «фотографа». Мы употребляем предлог «di», который указывает на принадлежность или на родительный падеж существительного. При слиянии с определенным артиклем «il» образуется сочлененный предлог «del» с одной «l». «Entra nello studio del fotógrafo e dice». Она входит в студию фотографа и говорит «Buongiorno». «Добрый день». «Vorrei fare una foto». «Я хотела бы сделать фотографию». «Vorrei» – это форма модального глагола «volere» – «хотеть» в «condicionale presente» в условном наклонении. Это более вежливая форма выражения своего желания. Не «volio» – «хочу», а «vorrei» – «я хотела бы» или «я хотел бы». Между модальным глаголом и последующим за ним глаголом в инфинитиве предлоги не ставятся. «Vorrei fare» – «я хотела бы сделать». Возвратный глагол «accomodarsi» относится к первому спряжению и в повелительном наклонении в вежливой форме обращения на «вы» употребляется окончание «и», и возвратная частица «си» ставится перед глаголом. «Сиа комоди» – «вы располагайтесь». «Мадево фаре уна бэлла фото». Но я должна сделать красивую фотографию. «Фото» – это сокращенный вариант от существительного «фотография», который относится к женскому роду единственного числа, имеет окончание «а». И хоть «фото» имеет окончание «о», оно тоже относится к женскому роду единственного числа. На это нам указывает и неопределенный артикль «уна фото», и прилагательное «бэлла», который тоже имеет окончание «а» женского рода единственного числа. «Уна бэлла фото». «Нон си преоккупи» – «не волнуйтесь». Здесь опять мы видим повелительную форму возвратного глагола «преоккупарси». Вежливая форма обращения на «вы» употребляется с окончанием «и», и возвратная частица «си» ставится перед глаголом. «Я хорошо делаю свою работу». В русском языке мы можем перевести «свою работу», в итальянском это будет «мою работу». «Иль мио лаворо». Притяжательные местоимения согласуются с существительными вроде числе. Мы видим, что здесь мужской род единственного числа – окончание «о». Легушки говорят «немного странно». «Моду» – это образ действия, способ, манера. В сочетании с предлогом «ин» это выражение приобретает значение, каким образом, каким способом выполняется действие. «Ин моду странно». Странным образом или дословно «в странной манере». «Перке анну лабока ларга-ларга». Потому что у них рот широкий-преширокий. «Ларга-ларга» – это четвертая сравнительная степень прилагательных, когда мы можем просто повторить прилагательное дважды. «Эккоза дево фаре»? «И что я должна делать?» «Доманда ларана» – спрашивает лягушка. «Деве фаре ун сорризо» – «вы должны улыбнуться». «Ма деве тенере ла бокка кьюза» – «но должны держать рот закрытым». Здесь мы видим причастие прошедшего времени от глагола кьюдера «кьюза», которое согласовывается с существительным «ла бокка» в роде числе, имеет окончание «а» – женского рода единственного числа. В этом предложении и в предыдущих мы видим, что между модальным глаголом «довэре» и инфинитивом, который стоит после него, предлоги не ставятся. «Дево фаре», «деве фаре», «деве тенере» – «перкэ», «пачему?» «Перкэ ла суа бокка э троппо гранде» – «потому что ваш род слишком большой». При вежливом обращении на «вы» мы не говорим «ла востра бокка» – «ваш род». Мы должны употребить притяжательное местоимение третьего лица единственного числа – «суа», что дословно переводится как «её род». Прилагательное «гранде» не изменяет своё окончание и в мужском и в женском роде единственного числа будет иметь окончание «э», и в мужском и женском роде множественного числа будет иметь окончание «и». «Гранди» «Е НОНЕ БЕЛЛА ДА ВЕДЕРЕ» – «КВАНДО Э АПЕРТА» «И некрасиво смотрится, когда открыт». Предлог «да» указывает нам на необходимость что-то сделать, в данном случае смотреть на открытый рот. В этом предложении три глагола «эссере» в форме третьего лица единственного числа – «э» – «он» или «она есть», которые в русском языке мы можем упускать, а в итальянском обязательно нужно использовать. «ЛА СУА БОКА Э ТРОППО ГРАНДЕ» «Ваш рот», дословно, «Есть очень большой». «Е НОНЕ БЕЛЛА ДА ВЕДЕРЕ» «Не есть красив», «выглядит некрасивым». «КВАНДО Э АПЕРТА» «Когда он есть открыт». Обращайте внимание на употребление глагола «эссере» и его форм в итальянском языке. «ПАЧАМО КОЗИ». Делаем так. «КОНДО ЛЕЙ Э ПРОНТА» «Когда вы готовы?» «ДИЧЕ». «Скажите». «УН ФРУТТО». «ФРУКТ». «УН ФРУТТО». «ФРУКТ» или «ПЛОД». Существительное мужского рода единственного числа, когда мы называем одно яблоко, одну грушу, один банан и так далее. Мы можем употребить его также и с определенным артиклем. «ИЛЬ ФРУТТО». А во множественном числе будет «И ФРУТТИ», когда мы говорим о нескольких фруктах, о наборе фруктов. Но в итальянском языке существует также собирательное, неисчисляемое понятие «ЛА ФРУТТА». Имеются в виду продукты, фрукты разного типа для употребления в пищу, взятые как единое целое. Это существительное, неизменяемое, женского рода единственного числа. «ПЕРКЕ? ПАЧЕМУ?» Доманда анкора ла рана кон ла бокка тутта аперта. Снова спрашивает лягушка с полностью открытым ртом. «ПЕРКЕ СЕДИЧЕ УН ФРУТТО?» Потому что если говоришь «фрукт», «ЛА БОКА РИМАНЕ КЮЗА» Рот остаётся закрыт. «ЭЛА ФОТО ВЕНЕ БЕНЕ» И фотография получается «хорошей». «КАПИТО?» «ПАНИМАЮ». «АЛЛОРА КОМЕНЧАМУ?» Итак, начинаем. «ЛА ЛЮЧЕ ВА БЕНЕ» «СВЕТ ХОРОШИ» «УМ ПО ПЮ О ДЕСТРА» «НЕМНОГО ПРАВЕЕ» «ПЕРФЕТТО?» «Прекрасно!» «Э ПРОНТО?» «ВЫ ГОТОВЫ?» «СИ!» «Да!» «АТТЕНСИОНЕ!» «ВНИМАНИЕ!» «ФЕРМИ!» «ЗАМРИТЕ!» Глагол «ФЕРМАРЭ» «Стоит в повелительном наклонении в уважительном обращении на «вы» «ОКОНЧАНИЕ И» «ЛЕЙ ФЕРМИ» «УНО, ДУЕ, ТРЕ, ДИКА!» «АДИН, ДВА, ТРИ, ГОВОРИТЕ!» «Глагол ДИРЭ» «ИСКЛЮЧЕНИЕ!» «Здесь мы видим форму глагола в императиво в повелительном наклонении в третьем лице единственного числа «ЛЕЙ ДИКА!» «УН ФРУТТО!» «ФРУКТ!» «БАНАНА!» «БАНАНА!» «ДИЧЕЛО РАНА!» «ГОВОРИТ ЛЯГУШКА!» «ЭЙН КУЕЛ МОМЕНТО!» «И В ЭТОТ МОМЕНТО!» «АПРЕЛА БОКА!» «АЛ МАССИМО!» «МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫВАЕТ РОТ» Предлог «А» указывает на обстоятельства образа действия, каким образом лягушка открывает рот. Максимально, по максимуму. При слиянии предлога «А» с артиклем «ИЛЬ» образуется сочлененный предлог «АЛЬ». «БРАВО ЛИБЕРО!» «МОЛОДЕЦ ЛИБЕРО!» «МОЛЬТО ДИВЕРТЕНТЕ!» «Очень смешно!» «ВОЛЬ РАКОНТАРЕ КУЕСТА СТОРИЯ» «ИН ИТАЛЬЯНО!» Я хочу рассказать эту историю по-итальянски «КОНДО СИАМО АЛЬ РЕСТОРАНТЕ!» «КОГДА МЫ БУДЕМ В РЕСТОРАНЕ!» Обратите внимание на устойчивое выражение с предлогом «А» – «АЛЬ РЕСТОРАНТЕ!» «ВА БЕНЕ! ХАРОШО!» «ИЛЬ ПРАНЦУ Э МОЛЬТО РИККО!» «Обед очень богат!» «ЧИ СОНО ТАНТЕ КОЗА ДА МАНДЖАРЕ!» «ЕСТЬ МНОГО ЧЕГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ» Здесь мы видим форму глагола «ЭССЕРЧИ» во множественном числе. «ТАМ ЕСТЬ», «ТАМ ИМЕЮТСЯ», «ЧИ СОНО». Предлог «ДА» указывает, что нам необходимо произвести то или иное действие. «ДА МАНДЖАРЕ!» «ПОЕСТЬ!» И прежде всего «ТАНТО ВИНО», «РОССО Э БЯНКО». «МНОГО ВИНА», «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ». «МЕНЬ НИ БЕВЕ МОЛЬТО». «МЕНЬ НИ МНОГО ПЬЁТ». «ПОЕССЯ ОЛЦЕ ИН ПЬЕДИ ПЕР ПАРЛАРЕ». Затем она поднимается, чтобы сказать. Когда мы говорим, что мы стоим на ногах, употребляется предлог «ИН». «СЕНТИТЕ КУЕСТА БАРЦЕЛЕТТА». «ПОСЛУШАЙТЕ АНЕКДОТ». «КО МЕНЬ ЧА МЕНЬ НИ» начинает МЕНЬ НИ. «УНА РАНА ДЕВЕ ФАРЕ УНА ФОТОГРАФИЯ». Лягушке нужно было сфотографироваться. «КОЗИ ВА ДА УН ФОТОГРАФО ПРОФЕССИОНАЛИСТА». Поэтому она пошла к профессиональному фотографу. «ЭНТРА НЕЛЛО СТУДИО ДЕЛ ФОТОГРАФО ЭДИЧЕ». ВХОДИТ В СТУДИЮ ФОТОГРАФО И ГОВАРИТ. «БОНГЩОРНО. ВОРЕЙ ФАРЕ УНА ФОТО». «ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Я ХОТЕЛА БЫ СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ». «ПРЕГО, СИНЬОРА РАНА, СИА КОМОДИ». «ПОЖАЛУСТА, СИНЬОРА ЛЯГУШКА, РАСПОЛАГАЙТЕСЬ». «МА ДЕВО ФАРЕ УНА БЕЛЛА ФОТО». «НО Я ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ КРАСИВУЮ ФОТОГРАФИЮ». «НОН СИ ПРЕОККУПИ, ИО ФАЧО БЕНЕ ИЛЬ МЮ ЛАВОРО». «НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, Я ХАРАШО ДЕЛАЮ СВОЮ РАБОТУ». «ЛЕ РАНА ПАРЛАНО ИН МОДО УМ ПО СТРАНО». «ЛЯГУШКИ РАЗГОВАРИВАЮТ НЕМНОГО СТРАННО». «ПЕРКЕ АННО ЛА БОКА ЛАРГА ЛАРГА». «Потому ШТО У НИХ РОД БАЛЬШОЙ ПРИ БАЛЬШОЙ». «Е КОЗА ДЕВО ФАРЕ? И ЧТО Я ДАЛЖНА ДЕЛАТЬ?» «ДОМАНДА ЛАРАНА», – спрашивает ЛЯГУШКА. «ДЕВЕ ФАРЕ УН СОРИЗО». «ВЫ ДАЛЖНЫ УЛЫБНУТЬСЯ». «МА ДЕВЕ ТЕНЕРЕ ЛА БОКА КЮЮЗА». «НО ВЫ ДАЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ РОД ЗАКРЫТЫМ». «ПЕРКЕ? ПАЧЮМУ?» «ПЕРКЕ ЛА СУА БОКА Э ТРОПО ГРАНДЕ», «Потому ШТО ВАШ РОД СЛИШКОМ БАЛЬШОЙ». «Е НОН Э БЕЛЛА ДА ВЕДЕРЕ КВАНДО Э АПЕРТА». «И НЕ КРАСИВА ВЫГЛЯДИТ КАГДА ОТКРЫТ». «ФАЧАМО КОЗЮ». «ДЕЛЕМ ТАК. КВАНДО ЛЕ Э ПРОНТА, ДИЧЕ». «КАГДА ВЫ ГАТОВЫ, ГАВАРИТЕ». «УН ФРУТТО». «ФРУКТ». «ПЕРКЕ? ПАЧЮМУ?» «ДОМАНДА АнКОРА ЛА РАНА КОН ЛА БОКА ТУТТА АПЕРТА». «Спрашивает снова лягушка с полностью открытым ртом». «ПЕРКЕ СЕ ДИЧЕ УН ФРУТТО?» «Потому что, когда говоришь «фрукт», «ЛА БОКА РИМАНЕ КЮЗА». «Рот остаётся закрыт». «ЭЛЛА ФОТО ВЕНЕ БЕНЕ». «И ФОТОГРАФИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ХОРОШИ». «КАПИТО». «ПАНИМАЮ». «АЛЛОРА КОМЕНЧАМО». «Итак, начинаем». «ЛА ЛЮЧЕ ВА БЕНЕ». «СВЕТ ХОРОШИЙ». «УМ ПОПЮ А ДЕСТРА». «НЕМНОГО ПРАВЕЕ». «ПЕРФЕТТО». «Прекрасно». «Э ПРОНТА?» «ВЫ ГАТОВЫ?» «СИ». «Да». «АТТЕНЦИОНЕ». «ВНИМАНИЕ». «ФЕРМИ». «ЗАМРИТИ». «УНО, ДУЕ, ТРЕ». «АДИН, ДВА, ТРИ». «ДИКА». «ГАВАРИТИ». «УН ФРУТТО». «ФРУКТ». «УВА». «ДИЧЕ ЛАРАНА». «ВИНОГРАД», «ГАВАРИТ ЛЯГУШКА». «МЕННЕ ГУАРДАЛИ ИНВИТАТИ». «МЕННЕ СМОТРИТ НА ГАСТЕЙ». «МА НЕССУНО РИДЕ». «НО НИКТО НИ СМИОТСЯ». «ЧИТАЕМ ТЕКСТ НА ИТАЛЛИАНСКОМ ЯЗЫКЕ». «БОНА ЛЕТТУРА». «КАПИТОЛО СЕТTIMO». «ДОПО ИЛ МАТРИМОНИО, ЧЕ ИЛ ПРАНЦО». «ЛИБЕРО И МЕННИ ВАННО АЛ РИСТОРАНТЕ ИЛ МАККИНА». «ЛЕЙ Э МОЛТО СИЛЕНЗЮОЗА, «Е ЛУЙ Э УН ПО ПРОООCCUPАТО ПЕРЛА СУА АМИКА». «ТУТТО БЕН, МЕННИ? ПЕРCHЕ НОН ПАРЛИ?» «ПЕРЧЕ ПЕР МЕ Э ДИФФЦИЛЕ ПАРЛАРЕ ИН ИТАЛИАНО». «КОНОСЦИ ЛЕ БАРЗЕЛЕТТЕ?» «НО, ЧЕ СНИФИКА?» «СОНО ДЕ ПИККОЛЕ СТОРИЕ, «КОНУ НУ ФИНАЛЕ ДИВЕРТЕНТЕ». «ВУЮ ИМПАРАРЕ УНА БАРЗЕЛЕТТА?» «СИ, CERTO». LIBERO RACCONTA. «Una rana deve fare una fotografia. Così va da un fotografo professionalista, entra nello studio del fotografo e dice, «Buongiorno». «VORREI FARE UNA FOTO». «PREGO, SIGNORA RANA, SI ACCOMODI». «Ma devo fare una bella foto». «Non si preoccupi. Io faccio bene il mio lavoro». Le rane parlano in modo un po' strano, perché hanno la bocca larga larga. «E cosa devo fare?» domanda la rana. «Deve fare un sorriso, ma deve tenere la bocca chiusa». «Perché?» «Perché la sua bocca è troppo grande e non è bella da vedere quando è aperta». «Facciamo così. Quando lei è pronta, dice, «Un frutto». «Perché?» domanda ancora la rana con la bocca tutta aperta. «Perché se dice un frutto, la bocca rimane chiusa e la foto viene bene». «Capito». «Allora cominciamo». «La luce va bene». «Un po' più a destra». «Perfetto». «È pronta?» «Sì». «Attenzione». «Fermi». «Uno, due, tre». «Dica». «Un frutto». «Banana», dice la rana e in quel momento apre la bocca al massimo. «Bravo, libero. Molto divertente. Voglio raccontare questa storia in italiano quando siamo al ristorante. Va bene». «Il pranzo è molto ricco. Ci sono tante cose da mangiare e soprattutto tanto vino rosso e bianco». Migni beve molto. Poi si alza in piedi per parlare. «Sentite questa barzelletta», comincia Migni. «Una rana deve fare una fotografia. Così va da un fotografo professionalista. Entra nello studio del fotografo e dice «Buongiorno, vorrei fare una foto». «Prego, signora rana, si accomodi». «Ma devo fare una bella foto». «Non si preoccupi. Io faccio bene il mio lavoro». Le rane parlano in modo un po' strano perché hanno la bocca larga larga. «E cosa devo fare?», domanda la rana. «Deve fare un sorriso, ma deve tenere la bocca chiusa». «Perché?», perché la sua bocca è troppo grande e non è bella da vedere quando è aperta. «Facciamo così. Quando lei è pronta, dice «un frutto». «Perché?», domanda ancora la rana con la bocca tutta aperta. «Perché se dice un frutto, la bocca rimane chiusa». «E la foto viene bene». «Capito». «Allora cominciamo». «La luce va bene?» «Un po' più a destra». «Perfetto». «È pronta?» «Sì». «Attenzione!» «Fermi!» «Uno, due, tre!» «Dica un frutto». «Uva!», dice la rana. «Menni guardali invitati, ma nessuno ride». «Continua». «Continua». «Grazie per l'attenzione. Alla prossima». «Kara-xi». «Trista». «Fbrachta conprit». «Le likely vussa lì». «Continua».